Пора регулировать основную теорему сегодняшнего занятия, ее доказывать. Теорема звучит просто. t0, t1, s, m, e, l. Это максимальный замкнутый класс. То есть, если вы добавляете хотя бы одну функцию к t0, которая не принадлежит к t0, то при помощи композиции можно получить все, что угодно. Если к t1 добавляете, можно, не, которая измельчика, не переводит ничего, то можно получить все, что угодно. То есть, что? Теорем можно назвать группой? Группой ни в коем случае. Потому что в группе у вас есть такое понятие, как однозначное взятие обратного элемента. Когда вы берете композицию функции, то там нет такого понятия, как взять обратный элемент. Группа это гораздо более жесткая структура, чем вот эти вот штуки с композицией. Нет, совсем нет. Это максимальные, не совпадающие с множеством всех функций замкнутый элемент. И вторая, совершенно замечательная, если у вас есть набор функций, который, послушайте, не лежит в t0, не лежит в t1, не лежит в s, b и в l, то в таком случае через этот набор можно вырезать любую функцию. Это, на самом деле, самая интересная часть киаринга хвоста, и, собственно говоря, предыдущая часть из нее очень легко следует. Поэтому давайте я, собственно, и буду доказывать, а то, что вот это максимальные классы, это вы, что называется, как вы сами подумаете, дедушный выход, если вы поймете доказательства того, что я сейчас оставлю. Если множество f, состоящее из местных функций, причем f не содержится целиком ни в одном из классов, то любая функция может быть выражена через f, то есть может быть при помощи большого количества операций, но, в принципе, так же, как мы здесь научились через стрелку пирса, или, там, через четыре шефера все делать, так же через этот набор функций f все, что угодно нам стараться получить. Это не очень сложная часть. Она была сначала доказана как-то довольно многообразно. Было несколько лет, когда считалось, что вот это вот такая высокая наука, действительно, это немножко высокая наука, если одновременно думать о функциях не когда 0,1, а когда, скажем, 0,1,2, то есть, так называемая k-значная логика. Если у вас количество цифр, с которыми вы имеете дело, оно больше, чем 2, там вся наука нет, и там вот такого конечного списка предполных классов просто нет. Если ограничиваться тем, о чем я сегодня говорю, то теорема действительно крайне достаяна. И мы ее сейчас с вами докажем.